Всем хорошего настроения. Прошу прощения за то, что давно ничего не записывали. У меня тут на клиента налетела налоговая полиция, изъяло с сервера жесткие диски. Я пару недель восстанавливал работоспособности через всякие другие сайты, поддомены, филиалы. Восстанавливал информацию, выставлял структуру, справился. Значит, мы с вами остановились по LPI на теме 184. Это настройка печати. Давайте с ней сейчас будем разбираться. Тема 184 относительно объемная, поэтому разобьем ее на несколько уроков. Вообще, мы должны разобраться с вами с тем, как управлять спринтерами, устанавливать спринтеры, управлять заданиями на них, использовать различные интерфейсы для работы с спринтерами. Сегодня мы будем говорить исключительно о настройке CAPS, а вообще в дальнейшем будем разбираться со всеми остальными задачами, которые LPI нас просит узнать. Если говорить о CAPS и CAPS, это у нас Common Unix Printing System. Сервер печати в Unix и во всех его производных, в том числе в Linux и в той самой Ubuntu, на примере которой мы все это будем проверять. В состав CAPS у нас входит диспетчер печати, планировщик, система фильтрации и отдельная система, которая отправляет данные на печать. По умолчанию используется порт 631 и есть свой собственный веб-интерфейс для администрирования. В текущих дистрибутивах Linux у нас CAPS уже практически везде встроен, есть свои готовые инструменты для работы с ним. Мы с вами посмотрим, как и встроенный в текущую Ubuntu инструмент, так и обычный веб-интерфейс. Нужно сказать, что, конечно, настройка печати это такая глобальная тема, мы с вами ее в рамках вот 184 рассматриваем поверхность, просто чтобы вы были с ней знакомы и могли осуществлять базовые какие-то операции. Так тут полно, чего делать и о чем говорить. И когда мы будем сегодня настраивать CAPS, мы будем к нему подключать принтеры, он будет у нас использоваться так скорее как клиент печати, а не сервер, но тем не менее мы попробуем. И поэтому мы должны будем обсудить те протоколы печати, по которым он у нас существует, потому что мы будем подключать принтер и будем подключаться к ним через какие-то протоколы. И предоставлять ресурсы этих принтеров тоже наружу через какие-то протоколы. Условно говоря, у нас есть несколько видов протоколов печати, они все делятся на протоколы двух видов. Это те, которые располагают очередь печати на стороне клиента и те, которые располагают очередь печати на стороне принтера. То есть такие полноценные серверы печати. К первым простеньким, которые располагают очередь печати на стороне клиента, можно отнести LDP, JetDirect, TabSocket и так далее. Мы их все так просмотрим сегодня немножко. А те, которые у нас располагают очередь на стороне сервера, на стороне принтера, сервер печати, это уже полноценные ИПП, интернет-принтинг протокол и самбовские различные технологии. А вообще, конечно, очень много протоколов печати вы можете для саморазвития почитать. Там есть у Apple свои, у Microsoft свои. Но мы такие будем самые распространенные сегодня разбирать. Когда мы с вами ищем принтер в сети, CAPS нам предлагает указать URI, то есть символную строчку Uniform Resource Identifier, который будет нам идентифицировать этот ресурс. И предлагает несколько вариантов протоколов для подключения. Я вам их вынес вот в этот слайд. То есть у нас есть наш родной интернет-принтинг протокол. И вот те релизы, на базе которых он может работать, это HTTP, защищенный HTTP и так далее. Это отдельно виден у нас AppSocket и JetDirect. И LDP и LPR. Значит, кратко по ним. JetDirect это технология, которая продвигается компанией Hewlett Packard, то есть это их родная технология, которая позволяет подключать принтер к локальной сети. По умолчанию соединение осуществляется у нас по порту 9100. Это простенький протокол. Тут просто данные отправляются на принтер как RAW текст. Нет управления очередями, нельзя посмотреть там чернила, отменять задание, шифровать, соединить и так далее. Ничего этого нет. В отдельной строчке она находится с AppSocket. AppSocket по сути это тоже некий сокет, который предоставляет нам приложение для печати. И JetDirect это частый случай такого AppSocket. Далее у нас есть LDP и LPR. Мы по ним будем много говорить в следующем видеоуроке. Вообще это тоже протокол, который позволяет нам передавать данные на печать. Он тоже простенький, но немножко посложнее, чем JetDirect. Он понимает какой формат текста шлет. Там RAW, текст форматированный, DVI. Но тоже нет управления принтером, нет никакого шифрования, нет никакого там запроса статуса чернила, наличия бумаги в лотке. Ничего этого нет. И вот наш правоноценный IPP, интернет-принтинг протокол, это уже протокол прикладного уровня. Он сложный, он работает на базе HTTP. Через него можно делать все, что угодно. Это устанавливать драйвера, управлять очередями, шифровать потоки данных, искать принтеры, предоставлять ресурсы. Это уже полноценный протокол печати второго уровня, о котором я говорил. Давайте запустим нашу Ubuntu и посмотрим, как это все работает в ней. Вот она наша десктоповая Ubuntu. Поработаем по умолчанию в ней. Сейчас в ней нет никаких принтеров, поэтому для начала установим простой виртуальный PDF-принтер. Он у нас ставится командой CAPS. Давайте сначала покажу это, что если мы с вами попробуем установить CAPS, он нам скажет, что CAPS уже установлен. Десктоповый Ubuntu, он есть по умолчанию, потому что ей нужно каким-то образом печатать по сети или на принтеры, подключенные к ней. Для этого ей нужен CAPS. Если вы будете ставить на Ubuntu сервер, там CAPS по умолчанию не будет. Так вот, я хочу поставить пакет, который нам создаст сразу простенький PDF-принтер. Это CAPS PDF-пакет. В Ubuntu он есть. Готово. Теперь мы можем зайти в настройки. В настройках у нас вот здесь вот есть отдельная вот эта вот менюшка принтера, и по сути в ней вот этот вот инструмент и является CAPS. И вот у нас появился принтер PDF сразу по умолчанию. Давайте попробуем, добавим прямо вот через это окошко, наверное, для начала, через родной инструмент Ubuntu, он ничем не отличается от веб-интерфейса, добавим обычный какой-нибудь локальный принтер. Он нас спрашивает, что именно мы будем добавлять. Мы можем, да, поискать сетевой принтер, и вот те самые протоколы, о которых я с вами говорил, которые были у нас на картинке, можем попробовать их поискать, но у нас ничего здесь нету в сети, он ничего не найдет, потому что у меня в виртуальной сети только одна машина. А можем ввести сразу URL, только это не URL, а Yuri, вот как здесь наверху написано. И если я хочу подключить локальный принтер, подчеркну то, что современный CAPS, он сам прекрасно находит, устанавливает все локальные принтеры, у меня здесь нет никакого локального принтера, я не могу пробросить его на VirtualBox, поэтому я создам вручную несуществующий. Я скажу то, что у меня есть USB принтер, USB двоеточие, какой-нибудь принтер Samsung, например, вот ML2850, у меня долгое время был такой принтер. Выбираем этот принтер, говорим далее, он пытается найти драйвера и вот предоставляет нам такой диалог поиска. Я могу указать пусть непосредственно к драйверу, поискай драйвера или выбрать из базы данных. В данном случае меня устроит выбрать из базы данных, все равно у меня нет этого принтера и печататься, поэтому мне нечего, никаких ошибок у меня, по идее, не будет. Значит, что я там указал, ML2850, вот для него даже есть вот такой вот принтер, далее, спросит он у нас сейчас, как назвать этот принтер. У нас не должно быть пробелов в названии, поэтому он здесь поставил defisa или нижней подчеркинью можно поставить. Ну, давайте укажем, что это какой-нибудь локальный, локальный USB принтер. Не буду указать я расположение, вот мой локальный принтер. Печатать пробную страницу я не буду. Вот у меня уже два принтера. То есть, вот он у нас веб-интерфейс, в смысле, не веб-интерфейс, а обычный инструмент, который позволяет добавлять принтер. Давайте теперь посмотрим веб-интерфейс. По умолчанию, когда мы ставим CAPS, он у нас принимает запросы на локальной нашей машине. Я буду сказать, http, $localhost, то есть мы, наша вот эта вот машина, и порт 631. Опять же, по умолчанию, я вам покажу, где все это менять. И вот у меня открывается вот такая вот страничка. Здесь можно вообще почитать различные мануалы, узнать, как работает CAPS, какие есть опции командной строки для всего этого. Это для обычных пользователей. Есть CAPS для разработчиков, чтобы понять, как он работает, что-нибудь там поделать. Есть CAPS для администраторов. Чтобы выполнять какие-то административные задачи, по умолчанию у нас во всех дистрибутивах нужны права root. В Ubuntu, например, когда мы создаем первый пользователь, он тоже обладает правами выполнения административных задач, поэтому моего пользователя, из-под которого я сейчас работаю, будет, в принципе, достаточно. Так вот, если я хочу добавить какой-нибудь принтер, я называю вот ссылку adding printers and classes. Он нам показывает то, что вот у нас есть классы, есть у нас задания, есть у нас конфигурация сервера, настройки. То есть, в принципе, довольно-таки удобный веб-интерфейс для работы. Мы с вами сейчас возьмем и просто добавим принтер. Опять же, как я и говорил, он спрашивает пользователя, у которого есть на это права. У меня они есть. Пароль давайте запоминать. Ну, пусть запомнят, неважно, на этой виртуальной машине. И вот тот же самый диалог, который мы видели в мастере добавления принтеров вот здесь. Он говорит то, что мы можем добавить локальные принтеры, можем добавить сетевые. Discover Network Printers он ничего не нашел. Так он обычно очень хорошо все находит, если никакие firewall не мешают. Так вот, если у вас в сети, например, уже развернут какой-то CAPS сервер или, может быть, есть другие серверы печати, они могут предоставлять вам печать по вот этим указанным здесь протоколам. Может быть, у вас есть аппаратный сервер печати, какой-нибудь принт-сервер, который, допустим, через IPPS или через IPP14 предоставляет ресурсы принтеров к нему подключенных. Мы с вами подключим обычный HP принтер. Чтобы понять, как это работает, выберем вариант AppSocket HP JetDirect, то есть готовую родную технологию от HP. И скажем, видите, когда мы выбираем с вами AppSocket, он у нас сразу в Юри вставляет сокет. То есть я здесь сейчас должен буду писать адрес принтера через сокет. Если бы я с вами выбрал IPP, у нас бы по умолчанию поставился IPP. Вот он здесь внизу показывает, какие варианты существуют. IPP, LPD, сокет. В зависимости от того, какая используется технология доступа, какой протокол печати, так и выглядит Юрий. Вот этот вот. То есть в данном случае у меня будет сокет, двоеточие, слэш, слэш, IPшник принтера, допустим, 192, 168, 0, ну, 99, пусть будет у меня принтер. По порту 9100 обычно работает JetDirect IPшные принтеры, в смысле HPшные принтеры. Нажимаю далее. Ну, пусть это будет какой-нибудь мой родной HP1320DN. Тоже был хороший в свое время принтер. Описание я ему давать, ну, наверное, давайте дам network принтер какой-нибудь в комнате, какой-нибудь с ресепшеном. По умолчанию, видите, мы можем сразу расшарить этот принтер, то есть сделать его общедоступным. Но мы и так к нему уже подключаемся по сети, он и так как бы доступен по порту 9100 и перерасшаривать его смысла не имеет. Если бы у нас были принтеры, которые мы подключаем локально к этой машине и хотим, чтобы эта машина использовалась как сервер печати, тогда бы мы их расшаривали. Здесь нам смысла для этого никакого нет. Опять же, все то же самое, указываем то, что у нас это принтер HP. Можем поискать готовые дрова. Я думаю, здесь должны быть дрова на LaserJet 1320. Вот их полно здесь дров для LaserJet 1320. Тут различные у нас виды драйверов. Я думаю, возьмем вот этот вот сетевой драйвер 1320N. Опять же, сейчас нам абсолютно это не важно, у нас нет этого принтера на самом деле. Спрашивает базовые настройки, размер листа, двухсторонняя печать и так далее. Устанавливаем опции по умолчанию. Все прекрасно. Можем посмотреть, появились ли у нас принтеры. И видим то, что да, вот у нас появился наш сетевой принтер, PDF принтер и локальный принтер Samsung. Вот он эти три все принтера видит. Хотя, по сути, у нас есть только PDF вот этот принтер и он у нас виртуальный. Ну и теперь, чтобы понять, что мы сделали, давайте просто через командную строку на это все поглядим. Нас в рамках LPE не просят разбираться с тем, как у нас делается это все через командную строку. Вот как красиво выглядит HP 1320DN. Поэтому мы с вами можем просто взять и сразу направиться в директорию CAPS. Это папка etc.caps. И в ней есть несколько файлов и несколько подпапок, связанные с драйверами, шрифтами и так далее. Нам нужно знать два основных файла в рамках LPE. Это CAPS DEMON CONF, то есть конфигурация основная сервера и настроек доступа к нему. И PRINTER CONF, PRINTER SCOPE. Тут у нас настройки конкретно каждого принтера. Давайте глянем на конфигурацию сервера. CAPS DEMON CONF. И здесь у нас достаточно много опций, мы посмотрим основные. Ну то есть по умолчанию давайте поглядим несколько. Значит, мы уже с вами говорили об оповещениях, о журнализации, о логировании в Linux. Log Level Warning говорит о том, что у нас CAPS будет записывать журнал событий, события, которые начинаются от предупреждений и выше. Максимальный размер лога. Тут указывается, по каким портам он прослушивает соединение. То есть в данном случае у нас соединения разрешены только с локальной машины по порту 631. Мы здесь можем указать конкретно IP-адрес нашей сетевой карточки, чтобы прослушивать соединение по ней. Можем указать просто, например, 631, и тогда он у нас будет с вами принимать соединение вообще по всем IP-шнях. Показывают ли принтеры в локальной сети? Вот он у нас спрашивает. По умолчанию это выключено. Web-интерфейс по умолчанию у нас включен. Ну и показывает, собственно, настройки доступа. Тут много настроек доступа, это вам в рамках LPI знать не нужно. Доступ на выполнение определенных операций с этим CAPS сервером. Просто нужно знать, что все настройки доступа и базовые настройки сервера находятся в этом файле. Изменения я не сохраняю. К слову, если вы захотите понять, что здесь что значит, у нас есть отдельный мануал по CAPS-DEMON. CAPS-DEMON-CONF. По нему есть DEMON. Ну вот здесь вот все подробно написано. Каждая опция, что можно добавить, что можно выключить, что можно включить и так далее. Если вдруг вы хотите дать права, так скажем, оператору печати какому-нибудь пользователю, вам нужно просто-напросто его добавить в группу. То есть UserMod минус AddGroup добавить в группу. Группа называется LPAdmin. И указать имя пользователя, того, которого вы хотите добавить в эту группу. У него появятся права оператора печати. Он сможет управлять DEMON-CAPS через веб-интерфейс или через инструменты настройки. И теперь быстренько глянем второй файлик, который у нас отвечает за конфигурацию конкретно принтеров. Это printers.conf. В нем у нас тоже ничего такого особенного. У нас здесь есть теги, которые говорят, что вот настройки такого-то принтера. Описание его, место расположения, ID-шник, модель. Самое важное Юри, ну Ури, который говорит, где у нас находится этот принтер и каким образом мы к нему подключаемся. И прочие его настройки. Вот то же самое про PDF принтер. И где-то у нас еще есть придуманный, вот он у нас, Samsung принтер. То же самое про него, ID-шник, информация и Юри, вот он, USB-шник. Такого PDF, как выглядит у нас, Юрий. Просто CAPS.PDF. То есть, если вдруг вы захотите настраивать это все через командную строку, это все возможно. Я вам показал два файла конфигурации, через которые это все делается. Но, безусловно, веб-интерфейс будет удобней. Получился относительно гигантский ролик, несмотря на то, что я разбил занятие на части. Но, тем не менее, значит, мы с вами поговорили о том, что есть несколько протоколов доступа к принтерам. Посмотрели на самые основные из них. Поглядели, как добавлять принтер в CAPS через веб-интерфейс, через встроенный мастер. И рассмотрели два основных файла конфигурации. Конфигурация в целом сервера и конфигурация отдельных принтеров. На следующем уроке продолжим разбираться с темой 184. Конфигурация в целом сервера и конфигурация в целом сервере. Конфигурация в целом сервера и конфигурация в целом сервера.